Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео я посвящаю ароматам, которые собирают комплименты. Комплиментарные ароматы. Это видео запрашиваемое, мне показалось интересным эта тема. Конечно, у каждого это все индивидуально. У кого-то эти ароматы вообще никак, ни разу не комплиментарные. Но я вам покажу сегодня те ароматы, которые замечали именно на мне. А также ароматы, которые я замечала у кого-то. И расскажу вам об этом. Давайте начну. Итак, первый аромат. Это вот этот. Я его сейчас ношу очень активно. Просто вот он мне очень нравится. Я уже делала о нем видео. Вы видели, да? Дан Ле Пе. В коже, под кожей. Это аромат от Луи Виттон. Ко мне пришла подруга и просто она... Что это? Что это? Чем от тебя так пахнет? Что это? Где взять? Где? Сколько? А? Я говорю, ну так и так. Это просто. Она... Ну, мне было очень, конечно, приятно. Она говорит, так тебе идет, такой красивый аромат. Так пахнет. Я говорю, даже не пойму вообще, чем это пахнет. Ну, я сказала, примерно, чем это может пахнуть. Она говорит, потрясающе, потрясающе. Понимаете, этот аромат он цепляет. Он реально вот как на крючок тебя подсаживает. У меня постоянно тянется к нему рука. Он не надоедает мне еще, пока не надоело. Простите. А здесь прекрасные нарциссы, здесь прекрасные белые цветы. И вот ты идешь, и приятно, что ты несешь на себе этот аромат. Это красиво. Он подчеркивает индивидуальность, так или иначе. Он такой с характером. Классный. Приятный аромат. Вот. Словил комплимент на днях. Дальше аромат, который самый, наверное, один из самых таким является рекордсменов по собратью. Собранию. Короче, по комплиментам. Это Боттега Винетта. Это именный аромат Боттега Винетта. От дома Боттега Винетта. Это первый, первый самый аромат в этой линейке. Сейчас уже много-много фланкеров. Но вот этот, на мой взгляд, самый удачный, самый изысканный, самый классный. Самый. Ну, просто. Ну, он сбивает с ног. Он такой красивый. Он такой потрясающий. Его невозможно не заметить. У меня, кажется, его просто вот... Знаете, сколько раз я его ношу, сколько раз я в нем там выхожу куда-то, спрашивают меня и мои знакомые, подруги спрашивают, и просто какие-то люди вот иногда вот... Было у меня пару раз, да, подходили и спрашивали. Это приятно. Я говорю, да, что это за аромат. Последний случай был... Было очень, ну так, интересно. Я увидела девушку, ну, я почувствовала от нее вот реально вот этот аромат. Ну, потому что я не могу... Ну, вот он настолько яркий, я его узнаю вообще из тысячи. Я к ней подошла, ну, и сказала бы, вот от вас так хорошо пахнет эта ботега винетта. И знаете, она чуть ли не запрыгала от радости. Она говорит, да, да, ой, так приятно. Вот вы первые, кто вот так обратил внимание. Я говорю, ну, такой красивый аромат вам так идет. Ну, здесь не принято вообще говорить там, о, как от вас хорошо пахнет, что у вас за аромат. Вообще тут люди более такие спокойные, сдержанные. И мне было очень приятно сделать такой комплимент ей. Такие дела. Дальше. Аромат, который... Наверное, единственный аромат, который мой муж вообще замечает постоянно. Который постоянно получает комплименты, постоянно он как-то его отмечает. Вообще не важно, сколько я вынесла, в какое время суток. Вот он все время его как-то выделяет из всех. Это аромат-агент-провокатор. Агент-провокатор. Классический. Я его обожаю. Я его обожаю. Аромат такой капризный. Аромат может вас или придушить, или выдать много ретро. И иногда это, знаете, он выдает какую-то вообще нереальной красоты розу. В общем, каждый раз по-разному. Зависит от погоды, зависит от моего настроения, зависит от времени суток. Я не знаю. Аромат бомба. Аромат прекрасный. Аромат женственный, сексуальный, мощный. Можно, конечно, с ним переборщить, и будет плохо и вам, и окружающим. Но да, у меня уже много подружек купили этот аромат. Потому что да, он всем нравится. Все время всегда спрашивали меня, что на тебе сегодня этот вот аромат. Комплиментарный? Да, 100%. Далее комплиментарный еще один аромат. Ван Клифф Прэшес Ут. Это подарок моего мужа. Он сам его выбрал, чтобы мне было вообще приятно. Так потрясающий аромат. Почему я его сюда отнесла? В это видео мы были с моей подругой, и она мне сказала, что... Ну, такой приятный комплимент, по-моему, был. Говорит, от тебя так парчово сегодня пахнет. Я уже говорила в видео про этот аромат, когда я его описывала. И вы знаете, он реально для меня теперь парчовый, бархатистый, обволакивающий, нежный. В то же время, конечно, он не совсем нежный, вот так вот, в общем понимание. Это не нежнятина, это не вкуснятина. Очень изысканный, дорогой парфюм. И вот определение парчовый, знаете, я именно представляю себе такую золотую, красивую парчу. Вот это вот об этом аромате. Красиво сказано. Дальше. Аромат. Вот этот. Алюр. Алюр у меня четко ассоциируется с одной моей подругой. Она его всегда носит, и он просто восхитительно на ней играет. Но это вот прям ее аромат, знаете. Когда она в нем, ну, это как будто вокруг нее облако какого-то счастья, облако какого-то умиротворения. Такого, знаете, ну, реально абсолютно безграничного счастья. Аромат счастливого человека. Аромат человека, который, ну, который, не знаю, у всех у нас, конечно, есть свои заботы, и какие-то дела, и так далее. Ну, когда вы в этом аромате, обо всем об этом можно забыть, хотя бы на пару часиков. Пойти и выпить где-нибудь кофе с круассанами. Ну, вот он какой-то такой. Он яркий, изысканный, женственный, притягательный аромат. Я всегда делаю ей комплименты, когда она в этом аромате. Я говорю, ты сегодня налюлилась? Она говорит, да. И мне хорошо, и ей приятно. Ну, реально, аромат прекрасный. Алюр. Дальше. Следующий аромат. Я сначала расскажу историю, потом я покажу вам, что же это за аромат. Я была в магазине, было много там народа, и, проходя мимо двух подруг, от одной из них я поймала просто восхитительнейший шлейф восхитительного аромата. Просто какого-то вот нереального аромата. Сама женщина была итальянка, яркая, загорелая, такой цвета фуксии, ярчайшей, охрененной шляпе, какой-то такой, ну, видно сразу дизайнер, с качеством классная. Вся каких-то ярких-ярких-ярких одеждах она была. Большие, такие вот мощные аксессуары. Ну, для Сиднея встретить такую реально, как с обложки журнала женщину, это редкость. И вот пахло от нее вот такими вот дыхами. Я подумала, что, ну, наверное, это какое-то арабское, скорее всего, оттуда. Думаю, ну, не буду спрашивать, потому что все равно тут я не найду этого аромата. Все равно я не смогу его купить и только расстроюсь. Но, походя, побродя по магазину и все еще слышу этот аромат, она, знаете, вот она вот так вот жестикулировала, что-то разговаривала, и это вот прям волнами шло. Потрясающее, потрясающее вообще было чувство. Но я к ней подошла и спросила, что у вас за аромат. И она такая прям вся... Ну, мне понравилась ее реакция, она так очень приятна ей была. И она сказала, это Шанель номер пять. Я всегда, всегда ношу Шанель номер пять. И у меня просто отпала челюсть, потому что я не ожидала от Шанель номер пять такого вот раскрытия. Да, это все свойства кожи, темпераменты и так далее, но... Я говорю, у вас винтаж? Нет, говорит, просто ее да парфам. Я всегда беру с собой в путешествия. Вот такая вот Шанелька. Номер пять. Ну, реально, слушайте, от меня так не пахнет, когда я в ней. Пахнет прекрасно, пахнет дорого, пахнет Шанелью. Я обожаю Шанель номер пять. Кто знает, вот я уже почти половину использовала. Но это было что-то. Первый раз такое, чтобы вот прям так мне неожиданно поразил ответ. Далее. Аромат, вот это уже абсолютный чемпион по собранию комплиментов. Это моя любимая Джулет Хазеган Citizen Queen. Знакомые люди, незнакомые меня просили писать даже на бумажке название. Офигенный аромат. Аромат кожаными нотами, аромат пудровый, аромат какими-то, знаете, пахнет, но вот... ну я не знаю, немножко пыльными подвалами иногда, немножко какими-то сладкой пудрой, немножко какой-то фиалкой. Чего его разбирать? На коже он звучит восхитительно, он шлейфовый, он очень стойкий, и он реально привлекает внимание. То есть, знаете, я его от себя уже не ощущаю, а люди вот за мной шли и спрашивали. Ну это дико приятно, это всегда очень приятно, когда вот так вот вас заметили. Вас, ваш аромат. Ну что вас? Серж Лютен Эн Боа Ванил. Это ванильный лес, Серж Лютен. Я его сюда внесла, в это видео, потому что у многих моих подруг, друзей, я ассоциируюсь, прежде всего, с этим ароматом, и это очень приятно. Я его ношу, как я уже говорила, летом, под Новый год, он мне создает такое новогоднее настроение, ну такая у меня традиция. И вот я же не ношу его очень много, да, там каждый день я им не поливаюсь, потому что у меня много, ну как бы, достаточно ароматов, я хочу постоянно, ну разнообразие какого-то. Но вот именно вот с этим ароматом я ассоциировалась у многих, у многих, и, да, приятно. Говорит, твой аромат, и как вкусно, и как хорошо, что это, что это, что это. Одна подружка купила, но что он ей не пошел. Надо узнать, кстати, судьбу его, что она с ним сделала. Далее, аромат тоже от Жульет Хезекан, Леди Месть. Это розовый аромат, такой помадный розы, розы тяжелые иногда розы, такой розы, такой немножечко бульный. Очень приятный аромат. Знаете, розы немножко жаркой, влажной, как будто, вы знаете, помада, когда на жаре, вот, не знаю, бывало у вас такое, вы выдвигаете помаду из стика, и она покрыта такими маленькими, маленькими капельками, как росой. И вот, если это помада, например, Tom Ford, который так пахнут, или у Saint Laurent, вон есть такие помады, которые пахнут очень приятно. Вот что-то такое мне напоминает этот аромат. Красивый аромат. Я получила комплимента два, я помню, именно от мужчин, мне сказали, незнакомые мужчины, сказали, что какой, как хорошо от вас пахнет, какие у вас красивые духи. Приятно. Дальше аромат, вот этот, абсолютно противоположность всем ароматам, которые я показывала до этого. Один из самых-самых легких, наверное, ароматов, которые у меня есть вообще, это Antonia's Flower East Hampton. Это аромат оранжереи, прохладный оранжереи, знаете, когда там цветы стоят в холодильниках, и вот именно пахнет вот этими прохладными, легкими, белыми цветами, такими, такими вот, аж до хруста, чистыми. Летний аромат, освежающий аромат, такой вот, очень нежный, такой немножечко, ну, как вуаль, знаете, он не очень стойкий, но он заметный. И когда я была в этом аромате, ко мне моя подружка подошла и сказала, что это такое, это вообще так необычно от тебя, вот, ну, обонять именно вот что-то такое, потому что в основном мои ароматы, они, конечно, иногда бьют в нос серьёзно. Что-то есть тяжёлое, что-то менее тяжёлое, сладкое, вот это вот приятные исключения, которые реально замечают. его замечают, его отмечают, как, вообще любят, люблю её, люблю Антониус Флауэрс, очень красивый. Дальше аромат, который тоже замечают, вот этот, это мак, аромат называется Velvet Teddy, это в этом году они выпустили серию ароматов, посвящённых их самым крутым помадам, ну, самым таким, хит, хит, помадам хит. И вот у меня Velvet Teddy, который, я уже говорила, очень сильно похож на, ну, похож, он похож на табакованил Tom Ford, но он такой, наверное, более понятный, более немножко, может быть, плоский, более, ну, попроще, но, знаете, не хуже, не хуже, стойкость отличная, шлейф отличный, да, и он, его замечают, его, о нём спрашивают, меня спрашивали девушки, даже незнакомые, и именно спрашивали, вы носите Velvet Teddy, вот у вас Tom Ford, я говорю, нет, и все так удивлялись, знаете, вот такой вот аромат, комплиментарный, да, комплиментарный, если ищете замену Tom Ford, даже ради спортивного интереса, если они ещё, кстати, есть в продаже, посмотрите, может быть, может быть, вам понравится, ой, упали, дальше, один из моих тоже самых любимых, любимых ароматов, это Comte de Gerson Dot, я его обожаю, я вообще люблю марку Comte de Gerson, как в одежде, так и в парфюмерии, одежда, к сожалению, здесь днём с огнём не сыщешь, а в парфюмерии, да, есть, Dot, это цитрусы, это немножко какая-то животная нота, это немножко, не немножко, а это вот это фирменное, присущее Comte de Gerson всему, всем парфюмам, какая-то вот эта синтетическая, химическая вот такая нота, которая так или иначе в любом парфюме она раскрывается, я её очень люблю, не знаю, что это такое, но красиво, обожаю этот аромат, и много женщин, именно девушек, замечали его на мне, в основном, знаете, когда я была одета, как-то, может быть, немножко странно, там, в каком-то большом платье, в красном, или в чём-то таком необычном, и, видимо, аромат, вот он, как бы, дополняет какой-то такой необычный образ, и меня спрашивают, меня спрашивали, что у вас за аромат, вам так идёт, ой, как интересно, я, да, я говорила, и в основном Comte de Gerson знают все их вот эти круглые ароматы, вот этот дот, он как-то вот, не знаю, может быть, может быть, я заблуждаюсь, но все, кому я говорила, все вспоминали вот линейку Авеньон, или Киоты, или Загорск, или там, быть, Green, ну, вы меня поняли, вот про него как-то никто не думал, вот такой аромат, обожаю, его обожаю, 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 дальше аромат, безусловно, безусловно, куда же без него, это, все, наверное, уже поняли, Elancon Gold от Mikalif, аромат счастья, веселья, просто, ну, фантастический аромат, обожаю его, у моей подруги, еще одной моей подруги, ну, всем уже в этом аромате, и он от всех прекрасно, прекрасно звучит, я всегда спрашиваю, она в этом, да, ну, все, ну, все, понятно, но это потрясающе, это потрясающе, но если он нагрет на солнце, если он в жаркий летний день на вас, то, ну, это будет просто фантастика, море положительных эмоций, море счастья, веселья и так далее, есть еще, конечно, ароматы, знаете, вот такие вот яркие какие-то эмоции, которые присущи этому видео, когда вам говорят комплименты, да, я вот, да, наверное, основные ароматы я показала, надеюсь, вам понравилось, не судите строго, у каждого свои, как бы, критерии и понятия, ну, вот как-то так, да, вот это реальная история, реальные факты, пишите, пишите, какие у вас ароматы вызывали, такие же эмоции, когда вас спрашивали, если спрашивали, если вы у кого-то спрашивали, это всегда интересно, это всегда такой интересный опыт, иногда неожиданный, иногда приятный, всегда приятный, получать комплименты всегда приятно, все, с вами была Аленка Блок, всем пока, чао-чао, пока!